Клиенты постоянно спрашивают, как избежать американских арестов, как делать американский compliance, чтобы их компании не пострадали, чтобы не произошли аресты. Особенно в свете недавних арестов в Канаде, главного управляющего компанией highway и моих клиентов, которые занимались хостингом, занимались финансовыми операциями, банковской деятельностью. Для чего вообще нужны американские compliance? Дело в том, что европейский compliance, российский, украинский compliance, он в большинстве своем попадает под административное нарушение, что обычно вызывает небольшие или большие штрафы, в то время как нарушение американского административного кодекса приводит к арестам. Но в отличие от европейских стран, Соединенные Штаты имеют тенденцию людей привозить из Европы и обвинять по всей строгости закона. А еще добавить еще статью за отмывание денег, которую необычно добавляют почти всегда, речь идет о десятках и десятках лет с людьми по подобным статьям. Что делать? Делать американский compliance. Даже если вы не занимаетесь бизнесом в Соединенных Штатах, но компания делает продажу больше, чем на 3-4-5 миллионов долларов в год, хотя бы уже имеет смысл взвесить вероятность американского compliance. Даже если компании, так сказать, торгуют на европейских рынках практически любая интернетовская платформа, практически любые международные финансовые, так сказать, компании, которые работают как минимум между двумя странами. Скорее всего, по концепции юрисдикции длинной руки, так это называется, так сказать, Соединенные Штаты, скорее всего, будут иметь возможность арестовать и привезти человека за нарушение, малейшее нарушение. Многих лет спрашивают, каким образом мы можем себе позволить это делать, если конкуренты этого не делают и мы теряем, так сказать, возможность быть конкурентоспособными. На это есть очень четкий ответ. Дело в том, что конкуренты, те самые ваши конкуренты, нередко имеют американский compliance и частью американского compliance является, так сказать, обвинение против вас. И это то, что, это тот сервис, который мы тоже оказываем. То есть, если компания делает, если мы для компании делаем compliance, мы также находим нарушение ваших конкурентов и, естественно, по просьбе нашего клиента, если это требуется, мы передаем соответствующие инстанции и, так сказать, эта компания будет либо закрыта, либо ее хозяева будут арестованы в Европе тогда, когда их можно будет экстрадировать в Соединенные Штаты.